Глава республики встретился с трехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. В Болгарии в составе российской команды Евгения Ливанова завоевала золото и серебро. Это сейчас последняя, которая в Суфи, да? Да, вот это за многоборье, а это за управление, сначала скакал. Ага, второе место. Наконец-то отдых заслуженный. А ведь свой путь к медальному пьедесталу гимнастка начинала в Чебоксарах. Долгие годы девушку тренировала Ирина Штайнер. Радуемся, и девочки имеют огромный стиль, мы взглядели на Женю, девочки смотрят, хотят, стремятся, и мы только это поддерживаем. Мы все звенья одной цепи, и мы все рады, что у нас чемпионки России, мы за них очень болеем. Сейчас уроженка Чебоксар обучается в Нижегородском училище Олимпийского резерва. После небольшого отдыха у Жени очередные сборы. Тренер команды Ирина Винерусманова расслабляться не дает. Не минуты покоя, соответственно, это же адский труд, добиться такого результата. Я помню те счастливые минуты разговора с Ириной Александровной, когда мы проводили международный спортивный форум в России спортивной державы, куда прилетал Владимир Владимирович Путин. Тогда она меня просила, для гимнастов, говорит, создайте условия. Вот сейчас помещение нашли там, в центре Молтинбайка. Я разговариваю, занимаются люди, соответственно. Огромные слава благодаря Сева. Спасибо. Соответственно, хочется пожелать дальнейших успехов. И пока молоды, у вас еще все в ваших руках. Михаил Игнатьев отметил, что для занятий гимнастикой в столице региона намерены открыть специализированный зал. Сегодня вам удалось где-то что-то посмотреть, где какие есть, допустим, пожелания. Мы готовы это взять на вооружение и дальше, соответственно, отрабатывать. Евгения Ливанова и первому тренеру-чемпионке глава региона вручил благодарности и часы с чувашской символикой. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. До свидания.